Приветствую вас. Хорошие новости для Грузии. Европейская комиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз. Окончательное решение Европейский Совет примет в декабре. Естественно, что придется пройти долгий путь для получения статуса полноправного члена ЕС. Но сегодня все же исторический день для страны. В Твилиси начались бесплатные сеансы современного грузинского кино. Сеансы будут проходить до 24 декабря в кинозале Киноакадемии Грузии. В муниципалитете Лагодехи заставили мужчину надеть женскую одежду и в таком виде идти по всему селу. Всем троим объединяемым за унижение человека грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. 16 ноября авиакомпания Red Wings начнет осуществлять перелеты из Самары в Твилиси каждый четверг. Боржоми проходит первый международный саммит охраняемых территорий с участием около 20 стран мира. Спикеры из Великобритании, США, Румынии, Болгарии, Кореи, Армении, Азербайджана, Украины и других стран рассмотрят вопросы защиты национальных парков, восстановления биомногообразия, развития устойчивого экотуризма, исполнения закона и другие важные вопросы. Оборот игрной отрасли в Грузии превесил 19 миллиардов долларов, что является катастрофической цифрой. Грузия может повысить налог на прибыль игровых компаний от 10 до 15 процентов, а при выводе денег игроки должны будут платить 5 процентов вместо 2 процента. YouTube предупреждает пользователей удалить дополнения для браузера, блокирующие рекламу, для просмотра нужного им контента. В частности, платформа призывает пользователей и просит отключить блокировщики рекламы. А если пользователь хочет смотреть контент YouTube без рекламы, то необходимо приобрести премиум-версию сервиса за 14 долларов в месяц. Родственники мобилизованных, которые против неограниченного срока пребывания своих близких в зоне боевых действий в Украине, вышли на митинг в Москве. Удачи всем вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова